В последнее время в Центральном парке города видно и как никогда людно. Слышен смех на лицах посетителей и радость. Этот летний сезон отличается изобилием развлекательных программ. Сотрудники учреждения стараются сделать досуг горожан разнообразнее и активнее. Многие привыкли видеть здесь только детскую анимацию. Но теперь в парке интересно может быть и взрослым. Никакого подобного формата в городе нет. И вечер пятницы, чтобы не проводить дома в такую хорошую погоду, лучше прийти в парк и не просто посидеть в тишине и покататься на аттракционах, а провести время, пошевелить мозгами, подвигаться под музыку, выиграть призы, прийти с друзьями. Я считаю, шикарное времяпровождение. Всеми любимые телевизионные игры «Сто к одному» и «Угадай мелодию» пользуются большой популярностью у гостей парка. Их здесь проводят каждую пятницу. Все как на экране. Воспроизводится даже фирменное музыкальное сопровождение этих передач. Для всех победителей предусмотрены призы, бесплатные посещения аттракционов или сахарная вата. У нас есть восемь актуальных вопросов, на которые было дано в свое время шесть ответов. Нам надо угадать самый популярный из них. Самый популярный вопрос оценивается в 50 баллов, дальше 40, 30, 20, 10 и 5 по нисходящей. Я очень рад, когда проводят такие игры. Неоднократно раз уже присутствовал. Это уже третий или четвертый раз. Собирает людей активность на высоте. Такое переформатирование парков заслуга губернатора Московской области Андрея Воробьева, который в 2013 году ввел программу «Парки Подмосковья». Основная цель – сделать территории привлекательными для жителей региона, комфортными, с развитой инфраструктурой. Об успешности программы он говорил в своем ежегодном обращении. Людям это очень нравится. Посещаемость парков, естественно, выросла в разы, потому что там светло, красиво. Очевидно, что сотрудники Винновского парка активно подхватили губернаторскую инициативу и сегодня горожане имеют полноценный центр развлечений. С инициативой Андрея Юрьевича Воробьева, которая дал этому направлению более, скажем так, системные границы, развитие, конечно, существенно изменилось. Появилось разнообразие, появились новые требования, в том числе и безопасность, качество предоставления услуг, новые художественные веяния. То есть сейчас формируется огромное количество ассоциаций парковой индустрии, которые готовы делиться положительным опытом и вместе решать какие-то проблемы, которые парк сталкивается всегда в своей жизнедеятельности. Еще одна инициатива руководителей региона – программа «Летний кинотеатр», в рамках которой еженедельно в Винновском парке показывают как новинки кинематографии, так и давно полюбившиеся людям фильмы. В этот раз на экране картина «Моя жизнь» на актуальную этим летом тему футбола. «Такое активное времяпрепровождение для семей, потому что бывает не всегда возможность выйти с ребенком, а так немножко приобщить его, начать приобщать кино. Это очень здорово». Процессом показа кинофильмов занимаются профессионалы, поэтому качество изображения и звуков всегда на высоком уровне, что, конечно, важно для хорошего настроения гостей летнего кинотеатра. Со списанием следующих сеансов можно ознакомиться в социальных сетях парка «Городовидное». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Виднет-В.